Продолжаем разговор на тему монтажа системы полива. Это вторая часть из трех. Начало по вот этой ссылке. Итак, дано. Бухта трубы ПНД диаметром 32 мм, которая будет центральным водоводом. Бухта трубы ПНД диаметром 20 мм, которая будет служить отводами от центрального водовода или плечами. И есть бушель фитингов для трубы ПНД, с которых мы и начнем с этим всем разбираться. Разнообразие необходимых мне фитингов небольшое. Мне понадобится тройник редукционный 32 на пол дюйма с внутренней резьбой. Кран шаровый 20 на пол дюйма с наружной резьбой. Заглушка на 20 трубу, заглушка на 32 трубу. Итак, тройник редукционный 32 на пол дюйма с внутренней резьбой представляет из себя такую деталь. Вход в тройник под трубу диаметром 32 мм, выход под трубу диаметром 32 мм и отвод, у которого внутренняя резьба пол дюйма. В эту внутреннюю резьбу будет вкручиваться вот этот кран 20 на одну вторую. Одна сторона крана под 20 трубу, вторая сторона пол дюймовая наружная резьба. Кран вкручивается в тройник и будет служить отсекателем отвода от центральной трубы. Собираем эти два фитинга. На наружную резьбу крана наматываем некоторое количество сантехнической фум-ленты. Можно использовать и паклю, но пакля иногда разрывает резьбы, когда намокает и разбухает. Много не нужно, достаточно 4-5 витков. Слегка обжимаем фум-ленту вокруг резьбы. И можно мазнуть небольшим количеством сантехнического силикона. Сейчас силикон работает как смазка, что облегчит сборку. Позже, когда застынет, обеспечит дополнительную герметизацию. Можно этого и не делать, у меня просто привычка. Получился вот такой фрагмент полива, который я размещаю напротив центра прохода между школками. Отсюда приходит основной водовод, после тройника следует дальше к следующему тройнику. А отвод 20-го диаметра или плечо после крана, которым можно отсекать это самое плечо, проследует между школками. Далее приступаем к стыковке трубы с фитингами. Вот тут предельное внимание потребуется от вас. На 32-м выходе тройника пока что ставим 32-ю заглушку. Это временно. Вначале стоит запустить плечо, нужно срочно полить уже высаженные растения. Позже заглушка уберется и вставится 32-я труба, которая проследует к следующему тройнику. Но пока что такая временная мера. Для разрезания пластиковой трубы обычно применяют специальные ножницы. Они у меня даже есть, но я специально буду использовать подручные средства. Например, кухонный нож с зубчиками для порезки хлеба или чего-то там. В общем, у всех он есть. Труба таким ножом режется довольно просто, не без усилий, но все же. Нужно стараться, чтобы срез был ровный, перпендикулярный. Рез постоянно норовит отклониться от нормали. Следите, чтобы этого не происходило. Вроде бы получилось. Далее, берем зажимную гайку с фитинга, берем зажимную муфту и надеваем на трубу. Вначале гайку, потом муфту. Обратите внимание, что муфта сделана конусом и в зажимную гайку она ложится вот таким вот образом. Не перепутайте стороны. Теперь предельное внимание. Если решите запихать трубу в фитинг вот таким вот манером, уверяю, у вас ничего не получится. И вот почему. Внутри фитинга стоит вот такое резиновое кольцо. Прокладка или уплотнитель. Внутренний диаметр кольца значительно меньше диаметра трубы, что не позволит затолкать трубу в фитинг. Если приложить сверхусилие, то прокладку просто завернет в лучшем случае или порвет трубой. В любом варианте будет дикая течь. Поэтому с торца трубы нужно снять фаску. Делается это вот таким вот образом. Примерно под углом 45 градусов срезаем обычным ножом немного пластика. Получается вот такая картина. Прямо идеально это делать не обязательно, но постарайтесь сделать хотя бы так. Далее не помешает слегка мазнуть трубу с силиконом. Сейчас работает как смазка, позже как герметик. Помните, да? И теперь стыкуем трубу с фитингом. Нужно приложить немного усилий и труба, проходя резиновую прокладку, садится до упора. То, что с резиновой прокладкой все в порядке, вы почувствуете интуитивно. Эти навыки заложены в вас природой. Далее стягиваем к фитингу вплотную зажимную муфту и закручиваем зажимной гайкой. Такие стыки обычно держат давление и зажатием от руки, но для надежности не помешает подтянуть гайку газовым ключом. Жабкой. С небольшим усилием, но без фанатизма. Вроде бы понятно объяснил, а значит все последующие стыки собираем точно таким же образом. Вот так будет размещаться тройник. Заглушка позже уберется и центральная труба пойдет дальше. В эту сторону придет центральная труба, а после крана цепляем плечо из трубы 20 диаметра. Протягиваем центральную трубу и подсоединяем к тройнику. Вода пришла, вода пошла дальше. В случае необходимости открываем кран, запускаем воду вдоль школог. Значит смотрите друзья, трубу я креплю к земле вот такими скобами, которые делаю из проволоки. У меня проволока диаметром 2 мм, по-моему. Маловато, но исхожу из того, что есть. Вы можете использовать проволоку потолще, будет получше. Идеально подходят для изготовления скоб электроды. У любого практикующего сварщика имеется пару пачек ублюдочных электродов. Он их так и называет. Но эти пачки упорно хранит в дальнем пыльном шкафу своей мастерской, сам не зная зачем. Вот как раз для этого случая собиралась эта коллекция. Спросите и вам их подарят. Но, если все же будете, как я, обходиться не очень толстой проволокой, то помните, если скобы плохо удерживают трубу, то ставьте больше скоб. Количество переходит в качество в таком случае. Ну и теперь нужно размотать 20-ю трубу по центру прохода между школками. Потребуется помощник или помощница. Стыкуем трубу с краном. Все делаем как по букварю. И теперь запускаем воду в плечо. Проливаем трубу от возможно случайно попавшей внутрь грязи. После этого ставим на конец плеча 20-ю заглушку. Смотрите, 20-ю трубу пока что крепить скобами к земле по всей длине не обязательно. Крепим сам тройник и крепим пару метров в начале 20-й трубы. И в конце плеча стоит поставить пару скобок. По итогу получилось вот что. Центральный водовод диаметром 32 мм проходит один редукционный тройник, который расположен напротив первой тропинки между школками. Следует ко второму тройнику. Труба закреплена к земле скобами. Проходит второй тройник, который расположен на третьей тропинке. Позже будет следовать дальше на пятый проход между школками. А перпендикулярно от центрального водовода 32-го диаметра отходят плечи 20-го диаметра, которые могут отсекаться шаровыми кранами. И небольшая ремарка. Все, чтобы вы не цепляли на центральный водопровод, плечи, отводы, даже самые короткие, все присоединяйте через краны. Каждый отвод должен иметь возможность отсекаться. Поливать нужно не всегда все и сразу. Иногда нужно пропалывать от сорняков растения в некоторых школках, в то время как другие будут поливаться. К тому же давление в водоводе не всегда может быть достаточно мощное, скажем из-за слабого насоса. Поэтому поливать придется по очереди. Но все зависит от типа поливала, которое вы будете использовать. И об этом поговорим уже в следующем видео.